Сегодня мы познакомимся с задачами на движение. В таких задачах всегда встречаются три понятия – скорость, время, расстояние. Сегодня мы познакомимся с этими понятиями. Также познакомимся с единицами измерения, скорости, времени, расстояния. Научимся решать задачи на движение. Находить скорость, время, расстояние, используя правило – формулу. Итак, идет турист. Турист вышел утром из дома и прошел 15 километров. 15 километров – это расстояние, которое прошел турист. Он шел 3 часа и остановился на привал, то есть отдохнуть. 3 часа – это время, которое турист находился в пути. А теперь самое интересное понятие – скорость. Что же такое скорость? Вот посмотри, вышел наш турист. Прошел час, и он преодолел вот такое расстояние – 5 километров. Прошел еще час, турист прошел еще 5 километров. За следующий час – еще 5 километров. Значит, за каждый час турист проходит по 5 километров. Это и есть скорость туриста. Скорость – это сколько километров за каждый час проходит турист. Мы ее так и записываем – 5 километров в час. В записи показываем, что турист проходил по 5 километров именно за час. А теперь будем учиться решать задачи на движении. Обычно краткое условие записывают в таблицу. Колонки таблицы так и называются. Скорость. Люди обозначают скорость латинской буквой В. Время. Обозначают латинской буквой Т. Расстояние. Обозначают латинской буквой С. Заполним эту таблицу данными из рассказа о туристе. Скорость – 5 километров в час. Время – 3 часа. Расстояние – 15 километров. А еще задачем на движение выполняется рисунок, в котором расстояние изображается в виде отрезка. Затем рисуется стрелочка, которая показывает направление движения. Над ней записывается скорость движения объекта. А теперь из этих данных составим задачу. Итак, чтобы вместо рассказа получилась задача, нам нужно два данных. А третий необходимо узнать. Сначала будем узнавать расстояние. Турист вышел из дома и шел 3 часа со скоростью 5 километров в час. После этого он сделал привал. Какое расстояние прошел турист? Заполним нашу таблицу. 5 километров в час – это скорость. 3 часа – время. Необходимо найти расстояние. Выполняем рисунок. Точкой обозначаем дом туриста. Стрелочкой – направление и скорость его движения. Вот он выходит и движется в течение часа. Проходит при этом 5 километров. Отмечаем путь, пройденный за час, черточкой. Вот второй час пути и вновь 5 километров. Третий час – еще 5 километров. Так какое расстояние прошел турист? Он по 5 километров шел 3 часа. У нас получилось 3 отрезка по 5 километров. Обратите внимание, маленьких отрезков столько, сколько часов шел турист. Итак, по 5 километров 3 раза. Длину всего получившегося большого отрезка мы находим действием умножения. 5 умножаем на 3 – 15 километров. Ответ. 15 километров прошел турист. Значит, чтобы найти расстояние, мы скорость умножаем на время. Теперь составим обратную задачу. На этот раз нам будет неизвестно время. Вот какая задача получилась. Турист вышел из дома и шел со скоростью 5 километров в час. Когда турист остановился для отдыха, оказалось, что он прошел 15 километров. Сколько времени турист шел до привала? Заполним таблицу. Скорость – 5 километров в час. Время – неизвестно. Расстояние – 15 километров в час. Смотрим на рисунок. Вот все расстояние. За час турист проходит 5 километров. Ведь мы знаем, что его скорость – 5 километров в час. Следовательно, за второй час – еще 5 километров. И за третий час – еще 5 километров. Что произошло с нашим отрезком, который обозначает расстояние? Он разделился на маленькие отрезки, количество которых указывает на количество часов, проведенных в пути. Значит, время в пути мы находим действие деления. Мы расстояние делим на скорость. 15, 15, разделить на 5, равно 3 часа. Ответ. 3 часа шел турист. Составим третью задачу. Турист вышел из дома и шел со скоростью 3 часа. Когда турист остановился для отдыха, оказалось, что он прошел 15 километров. С какой скоростью шел турист? Занесем данные в таблицу. Задача известна. Время – 3 часа. Расстояние – 15 километров. Надо узнать скорость. Опять смотрим на рисунок. Вот весь путь, пройденный туристом. Этот путь пройден за 3 часа. Мы знаем, что количество часов на рисунке обозначается маленькими отрезками. Так как скорость была одинаковой, то есть за каждый час турист проходил одинаковое количество километров, то и отрезки будут равны. Мы все расстояние разделим на 3 равные части. Значит, скорость тоже находится действием деления. Мы расстояние делим на время, получаем скорость. 15 разделить на 3, равно 5 километров в час. Ответ. Турист шел со скоростью 5 километров в час. Обратите внимание, что при записи скорости мы используем двойное обозначение. В нашей задаче километры в час. Так как скорость – это расстояние, которое проходит турист за каждый час. Давайте вспомним. В первой задаче надо было найти расстояние, и мы его находили действием умножения. Скорость умножали на время, получали расстояние. Во второй задаче нам нужно было найти время. Мы его находили действием деления. Расстояние делили на скорость, получали время. В третьей задаче нам надо было найти скорость. Ее тоже находили действием деления. Расстояние делим на время, получаем скорость. Для того, чтобы всегда помнить, как найти скорость, время, расстояние, люди придумали формулу. Скорость умножаем на время, получаем расстояние. Скорость обозначаем буквой В. Умножаем на время, обозначаем буквой Т. Получаем расстояние, обозначаем буквой С. Расстояние мы находим действием умножения. Расстояние является произведением двух множителей. Значит, чтобы найти время, нужно расстояние разделить на скорость. Чтобы найти скорость, нужно расстояние разделить на время. Для того, чтобы отлично решать задачи на движение, применяй эти формулы. Желаю тебе успеха в учебе. Не забывай правила безопасного поведения на дорогах. Продолжение следует...